Добрый вечер, друзья. Итак, я тут играю в батлу. Как-то PUBG не прет. Так что, давай-ка поиграем в захват. Плюс посмотрим. Сейчас было какое-то обновление. И до обновления у меня процессор нагружался до 98-92. А сейчас более-менее загрузка 50%, 35-17. Я тут на другом мониторе, мониторе, походу. И из-за этого температура процессора, конечно, поднималась. Ну, серьезно, сильно. Не должно такое, короче, происходить. Но сейчас вот обновление было. Ага, во, загрузка пошла. 98, 5, 96, 29, 31. Наверное, это такой вот загрузочный момент. Только посмотрим. Потому что, когда я играю, именно процессор сильно загружается. А тут Курай-7. Может, не совсем там из серии X процессор, но все-таки нормально должно все работать. А, опять. 78, 74. Мы просто я очень сильно слежу за тем, чтобы процессор так особо не грелся. Так, снайпер. Ох ты, сука. Так. Ты куда? Ты куда? Тут, который. О, получит падла. Там все. Так, выдвинем. О, 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 о. Это было очень плохо. Так, что у нас тут происходит вообще? Ну-ка, посвятим нашим. Отлично просто. Обожаю такие выстрелы. 76% загрузки. Ух ты, 82. Короче, ну ладно. Тут у меня, походу, и этот включен. Так, мы сейчас здесь, по-моему, наш союзник. Так, так, ух ты. Быстро его нейтрализовали. А, в окнах никого. Оу. Кто это? Так. Так. Кто-то в здании, да? Занимаем это. Кто ты чё, сука? Блин, вот. Вот это, блядь. Я чуть не обдал конца, да? Так, не бас, не басович. Блин, блядь. Опустили на первый этаж. А, зараза. Теряем цель сорока. Так, это мы убираем, это берем. Мы теряем цель сорока, ребята. Вы как-нибудь так. Тук-тук-тук-тук. Все, положили в блядь-ка. Вот так тебе топориком. Вот так тебе по голове поправили тебе головушку. А, ансана мини-мат. Что там происходит? О, кто-то там в окне. Люблю баку. Она динамичная такая. А вот пап, конечно, отличная игра. Я без всяких там, знаете... Просто там нет такой динамики, как в батле. Так, что-то тут кого-то убивает. Ага, здесь наш союзник. На, имя-минь. Там, как там по-турецки. Кто-то... Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Ах, вы суки, да? Ах, вы суки. Попробуем вот эту лазейку. Ну, суки. Обожаю такие выстрелы. Так, за дерево встанем. Так, надо быть поосторожнее. Попробуемся. Попробуемся. Ну, нормально так. Что-то там ходит. Вдогонку ему патрончиков. Пулик. Оу-у-у-у. Какая-то там... Сухими, дети. Так, ну-ка. Так, какая-то зараза тут ходит. Кто-то. Что? Зай, зай, не пропустил. Так. Уходим отсюда, то... Завалят, суки. Так. Ага, снайперовки, дырок. Оу-у-у-у. Оу-у-у-у, сколько. Из окна, и из этого. А, блин. Вот это я люблю. Такое дело. Блин, у нас отжимают это все дело. И Ешка, Ешка восстанавливается. Давай, давай, Сашка. Сашка, Ешка. Сашка, Ешка. так кто-то тут еще творишь были иногда прям вот теряешь все клавиши из рук клава улит клава сама в бой урвется короче на протяжи а с геом черензят чё там еще как он там что мы потеряли цель айс ну что только что здесь был ах ты нет-нет-нет русский бронепоезд она орда она орда так восстановиться на пути у нас преимущество блядь потеряли цель юри блядь таки затаились блядь так газами там сидит этот хрен справа блядь напугал меня вот так тебе получит подонок свои свои так ешку отжимать но я считаю что нам лучше ешку вернуть чем нам на а валить и надо срочно конечно этим заняться поездом так цешка у нас вроде бы чисто так я немножко звуки приподниму а то этот опыт не слышно у меня с одного наушника с одного уха наушник короче снят чтобы не путаться в словах это бывает знаете такой записываешь играешь так че там происходит ешку ешку забирают окей ладно давай-ка тогда на передовую блядь ну на передовую короче и вижу заряды как парень я тоже живой человек как можно со мной так мы захватили цель и но так так о nightmare I'm your nightmare motherfucker обнаружение отряд я играть хочу какое обнаружение это хочет а тут так кто то здесь здесь наверху или мне показалось винтовка торчала своим мацана буми мацана буми мацана вот тут кидаю да че там блять еще одной пульки так чуваки а орда так лучше ну ты собаку комедик а а а мне слишком эмоции нельзя выдавать а то я сейчас так орал бы у нас уже ночь который час час там наверху да был один вот так бумби бумби химат сана мазафака главное что ни хера не вижу о-о горите сволочи горят ах ты замуровали демоны так лучше цешка так возьмем к винтовку сейчас мы покинь перри немножко сдалека сдалека вот там да так немножко на возвышенность вообще сейчас знаете вот я замечаю что интернет начинает вообще меняться он становится каким-то другим всем уже как бы знаете так типа за 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 ебло вот это все вот эти пока душки всякие там всякие идиотизм всякие людям хочется как бы серьезно их уже вещей к а вот это дебилизм ухты красиво красиво на липу снял уху попу попу спасите меня спасите а я не гайзет пошел вынимать ихти ажу нас вынимать ихти ажу нас можно дошел что вот так один выстрел один труп подзарядимся вот еще все наверху бегать не наш держим ублюдка б парень ты чё совсем что ли что ты творишь убиваешь себя хоть меня не калеч у плену полен живый брат жули так нету . рюмичка керемат ага орда бюджет твою мать так надо посидеть так тихарях гонс алгос все вы войны мы берется чувак ты чё стоишь посреди поля люка герри рюм давай засветимся на карте герри рюм на держи слушайте а тут поиска его как-то он живет такой живет себе хорошо ему живется гусь мудзерин чириль чирильмерель а ей-ой-ой-ой пожалуйста не видь меня да до поезда не дотянуться а нам какой она мать его но вообще бары тут братцы вы тут так можно же вставайте да и здесь так тут занята я смотрю о снайпера там мониторится а вперед за родину ух нифига себе у меня тут эти индикаторы короче вот такой геймплейчик скажи ну нормально у чувака 200 пинг да плохо ему но я бы не сказал эти 14 4 нормально так поиграли я про интернет хотел сказать пару слов ну он начинает меняться я вообще в сети вот если так посмотреть 22 23 года игры это уже не говорю когда первый там денди вышли то есть у меня была первая пока девяносто шестом году pentium 1 помню и сейчас вот когда я наблюдаю за 7 за тем что происходит вообще в интернете он начинает фильтроваться пользователь хочет какого-то вот не то что как говорят на эти качественного контента плане того что вот визуально нет именно качественного контента во всем то что мы говорим то что мы выдаем и не только от людей которые там записывают и занимаются вот этим вот видеоблогингами все такое и в игровом пространстве вообще в игровом мире люди просят именно качество потому что годы идут технологии развиваются и потребитель потому что сети сегодня любой игрок это потребитель когда ну вот так установили а сами это дело производители они занимаются бизнесом не творчеством многие люди вот эта тема насчет пиратства и насчет вот всего эту стоит пирать это хорошо опирать или нехорошо пирать а вот производить сломанные игры это хорошо или нехорошо вот с этого надо начинать потому что пиратство начинается с того когда продукт появляется вот появился продукт его с пирателем хорошо это или плохо это но что за продукт если пара продукт сломанный но за него просят колоссальные деньги ну я бы не сказал колоссальную в принципе для сломанной игры это колоссальные деньги то пиратство становится нормально и раз вы становится нормально на мой взгляд я как я уже говорила много лет сижу вот в этой играх там то все да и конечно я пиратил и сегодня тоже пират я ведьмака приобрел на патче 131 1.31 все ну полностью близко там делся и всякие все что нужно было я не маленький там пацан у меня есть возможность купить игру но я очень привередлив очень привередлив потому что для меня очень важно качество чтобы игра одна была качественна и когда мне разработчики выдают угар сломанная за 80 евро за 60 евро да я обращаюсь к пиратам и всегда так было я сперва игру пирачу играю смотрю оцениваю и потом уже решает покупатель не покупать это игра маст хэв или эта игра угэ которая вот проходняк вот поиграл и все тебе дальше уже интересно вот вот такое вот отношение по моему это практично и правильно это не какой-то там знаете болезнь когда вот некоторые говорят ну вот там должны входить в положение разработчиков они трудятся слушайте мои деньги они не как сказать они они не сломанные они не забагованы они они настоящие реальные и эти деньги я зарабатываю труду весь этот ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-сокинс и и разработчики не примут если я принесу какие-то там нарисованные деньги на магазине мне не дадут никакого товара так что почему я должен входить положение этого разработчика когда он не пихает сломанный продукт сломанный товар он сломан потом не говорит вот войди в мое положение там патч выпущу исправлю слушай ты давай сразу изначально как есть до продукт выпускай по госту как говорится а потом будем смотреть ты мне качество обеспечить некоторые говорят вот дело в том что кто-то себя не может позволить там игру за восемь дело не позволит будет игру за 80 за 60 евро дело не в этом дело в том что еще и сравнивают там всякие феррари у и пулять это же танк ну не танка понимаете сейчас сравнивают это дело с машинами дорогими и все такое но это неправильно ребят ну реально неправильно валять не вижу маску и а ну вот дело не в том что я могу себе позволить или что я не могу про и позволить мне нужен качественный продукт если вы перешли вот эту грань творчество из творчества переходите в бизнес то в бизнесе так исправный продукт исправно плачут деньги за твой продукт все очень просто нет исправного продукта тогда извини меня и обращусь дорогому хаттабу и он мне поможет оценить стоит метро игру покупать или нет продукт это даже не игра а продукт в ух пыли вот такой вот подход мне нравится эти вот найти в мейстримные те когда начинают там балакать вот разработчики трудятся там они там что-то там делают да они трудятся также как и я например да как родители тех детишек которые попают на новые игрушки да он делся углубляться с и заныкался а нет собака бегает где-то куда он делся так может быть здесь здесь что я не вижу шуршит мы захватили цель сорок вот и вот и где собака я тебя искал поэтому знаете еще второй момент мошенничество в игровом просто в игровом мире мошенничество со стороны разработчиков есть такое давайте разбирать значит разработчик мне на е3 показывает великолепную игру за которую я готов заплатить 80 евро блять дрозд значит он мне показывает на 3 на е3 такую игру просто ну я прямо вот весь горю вот когда когда тейк май маме да щадо пинтейк май маме короче вот такая вот situation и так вот так по печени тебе собака ох ты сука как так на руку попал прямо и значит мне показали игру я готов руки я плачу эти деньги и в итоге я получаю какой-то блять две тысяч двухтысячный год картинка правильно это это не мошенничество это разве не маш да да как так серьезно разве это не мошенничество по-моему это точная машина что-то там сидит разве это не обман это обман так тут кто-то шастает слышу этот хрен по моему выжил который и что мы в итоге имеем товарищи мы имеем мы имеем аферистов которые постоянно нас обманывают с товаром и теперь на фоне всего этого как выглядит пиратство пиратство выглядит на фоне этого прям как мистер робин гуд так знаете поэтому я даже не знаю когда они перестанут врать и когда они так цель взяли отжаля забирают так баклана вот такое вот отношение судите сами ах ты сука байлен двое за мной было и я подумал может быть наши уже там мониторит дорожка ну ничего ладно сейчас мы вернемся поэтому молодняк который сидит знаете вот этих особенно вот этот который имеет большую аудиторию эти игровые каналы типа там мы знаем все про игры и все такое да заходите к нам на огонек типа игромания там то все вот эти он болит жёг меня сука не но не хочу я говорю про игроманию там взрослые дядьки сидят все такое мы захватили цель айс я вот про а а река там артовазда короче про захаров которые вот сидят и полоскают этим были школьникам маски ой пиратство плохо сломанные побитые дебильные забагованные игры это хорошо да покупайте сломанные игры еще сравнивать с феррари блин это вообще конечно уже выше всякой наглости сравнивать феррари если феррари хоть одну браковую машину выпустит феррари больше не феррари так кто то тут у нас и сколько раз бывало так что большие автоконцерны они у них маленькая какая-то проблема с электроникой все пипец отзывается вся серия так делают разработчики ну-ка скажите мне юбисофт так делают ну и войдите наши боли ну здесь сидел отказаться вот зараза войдите в наше положение мы же бедные разработчики она капитализация юбисофт блин на 3 миллиарда бедные разработчики сидим тут вот каловым впахиваем нам же надо игрушки продавать захарик подержи нас захарик что нам делать бедные нищие голодные нам же надо как-то детей кормить своих ах ты зараза что же делать нам бедным голодным мы теряем цель баклан зря я сквозь как стреляет и кос бедные разработчики не на что им жить захарик подержи захватили цель енот когда все это вот это байда началась я просто сидел и прикалывался вот это байда про вот это вот пиратство это плохо фу-фу-фу быть таким пиратиком фу-фу-фу это все рекламу как запустили вообще просто но реально тошнило от этого потому что столько лет когда ты в играх столько лет лет это и и пиратишь и это и вдруг начинается и сами-то как будто они как будто не играли в пиратские значит игрульки и таки операцию это плохо если ты пирате значит у тебя денег нет ты нищие ты это и унижают тебя по твоему значит там денежному состоянии это вот это нормальный подход это вот эти люди считают себя нормальными значит людьми до называть людей у которых нет денег то нищеброды в унизительной уничижительной форме это разве нормально и вот они и они блять себя позиционируют как нормальные люди да но просто молодцы у меня просто знаете вот я не богатый человек признаюсь не богатый человек у меня на днях я сидел и думал вот я читаю очень много комментариев насчет того что вот у меня видеокарта не тянет вот игры да вот папка там то лагает это лагает это не работает я вижу в люди выкладывать свои свои эти характеристики своих комп компов там то и все и смотришь и понимаешь что у большинство детей дети мне 37 я если вас детьми буду называть я думаю вы не обидитесь и дети они не имеют так что это там а наш свитом и дети не имеют возможность нормально поиграть в игру и у меня в голову такая мысль пришла вот столько вот столько больших блогеров да там геймеров которые играют хоть бы сделали вы знаете такой флешмоб такой так назовем это дело вот есть у них старые видеокарточки да какие бы там ни были они там не знаю трехгиговые вален старые карточки возьми ну сделать такой знаете три месяца один раз так на конкурс объяви там спускай скидывают молодежь значит свои эти характеристики когда будут врать да будут ну с фотографиями там то есть чтобы минимизировать эту ложь и все это дело понимаете минимизируется это дело и зараза так это сюда понимаете и пускай вот подарят вот эти старенькие видеокарточки вот этим у кого он правда нет возможности купить себе топовую карту давайте сделал там три три месяца один хоть один значит топ-блогер и отсюда и оттуда в со всех сторон короче выпасе ах ты зараза не слышал как он бежит и делать подарки да вот возьмут вот я не всякую вот хрень которую выкладывают вот в интернете вот это да там флешмоб водой будем обливаться всякие там челленджи менеджер вашу мать возьмите сделайте блядь танк сделайте прошку для молодежи маленьких он попал а все пипец бум они живой молодец дуэт и мода фактам так один готов подарить этим молодым ребятам вот это дело ухты 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 живем нужно эту прилягу брат ухты там там прошелся вот у меня я делаю хочу купить я даже не знаю вот эту свою карточку у меня принципе нету такого груб как найти большого количества как комьюнити в принципе в игровом пространстве друзей как был геймеров нет это все типа союзники если ты играешь в игры давно еще разговариваешь на русском языке друзей завести себе очень трудно потому что очень долго хейта очень много короче вот зараза газ на короче риску и конечно с собой забрал так что ну я и небольшой там кто-то там в ютюбе никто и я просто играю я и к игре покупаю и играем и вот сейчас вот концерт последние годы думаю чё не поделиться своим мнением чё там хотя это уже конечно уже знаете такое уже как-то стрёмно это все дело тут геймплей записывать болен думал о по анкому суся а ну-ка я смогу туда попасть но так как тебе не жить собака так этот танк надо уничтожить мать его там совсем обордел обордел оборделович умри собака ай-яй-яй вот так ты тоже умри сколько вас там нет чтобы вот такой вот создать да там вашему по акцию там будут водой обливаться хуйней страдать спиннеры всякие хуинеры блин ну ну блять как помочь кому-то это конечно лучше это анриэл это анриэл да с меня как бы вот когда я такие вещи говорю с меня спрос боли на где он там меня увидел а вот он вся куча здесь вот так бы делали потом знаете вот вот собрали в этом 50 человек например вот конкурс объявили вот 50 человек присылайте свои там ну это еще и зависит от возможности этих так пушка за пушку сил секенсы зависит еще от возможности самих так 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 боли на то дерево чем больше могут они там конкурсанта взять тем лучше что-то у нас вообще прям поприжали к черту и матери что за дела надо снайперку играть а еще и тут мы теряем цель баклан а где баклан а вот с этой стороны да вы издеваетесь он умер господи ой зараза там процессоры до старенькие но нормальный так давай-ка мы еще с кем перью возьмем в основном что у нас тут не хватает нашим мы потеряли цель баклан вот именно меня сняли да что ты творишь рома ют вот иногда просто вот пипец просто вообще как дебил а иногда прям щеголяешь прям по ним прям пипец выносишь их всех не надо по кем перец а то они что-то оборзили так это бой надо защитить так я чуть не вижу да успокойся блять да спокойно ты твою мать стой ну там снайпер был бляжи как делал вот там где-то вот он вот нифига себе на ходу попадаешь а в лежачую суку не можешь попасть так где ты там куда он делся совсем спрятался падла этот хрен мне очень ровно там так надо так а чё у нас тут так вот и здесь станет мы потеряли цель эх ты сарази вот так получил класс а вот и и вот сука как прячь нога там его чудо там ту кого-то сукин сын а какие упрытки а еще и танк меня целится твою что мать а ты кто-то меня видит что ли отсюда так как так куда ты пробежал ублюдок блять а он все равно не ушел ответ к блять да че-то я херова так сколько там побеждают все победили ублюдки так что вот вот такое вот мнение вот такое вот отношение к пиратству вообще парни а вы тут я понимаю будете долго сидеть так вот так вот так что такое пиратство пиратство вот в играх это означает что у тебя есть возможность оценить игру если игра сломана и она не интересна сюжет я вообще не буду говорить потому что сюжетная линия вообще в последних вот последние годы вот этот пять лет так сказать кроме ведьмака конечно про ведьмака я просто ведьмак это шедевр так но вот ведьмак это конечно эталон это игра которая она на все годы пришпин делился до торца а тентьюн и газ так что происходит кто откуда зачем почему о поражение пиратство в нашем вот игровом пространстве это то вортова кто-то возможность которую можно использовать для того чтобы понять игра стоит тех денег или не стоит как я уже говорил деньги они у нас настоящие мы работаем впахиваем и вот да это развлечение на свои развлечения мы можем потратить деньги да но мы на ней вкалываем и я даже в этом и ну как бы они все исправно там никаких изъянов этих деньгах нет поэтому товарищи разработчики когда и те кто защищает вот это вот надо покупать надо то нам выпускайте качественный продукт качественный технически качественный продукт из истории вот ведьмаку знаете после видимо камни уже я не не впрэйне играл не в брусах не играл вот это 2 там на мэнкайн девайдет что такое там андромеда вот это все масса эффект не играл вот почему задайте мне вопрос да почему потому что они все одинаковые они все одинаковые вот и перешли игру она у тебя на экране да это вели что что про и что андромеда что deus ex что там херу секс блять все одно и то же с этим карту это же история про одно и то же короче дизонор 2 там я не играл потому что ну по уже найти как-то вот уже не интересно сейчас такая динамика идет вообще в игровом мире люди хотят или очень глубокие и интересный сюжет историю или же быстротечную игру знаете так побыстрого папка да возьмем там player on battlegrounds быстро все там то там есть вот этот вот такая вот изюминка ты хочешь там первое место там то все интересно очень азарт есть или же очень такой найти серьезный сюжет такой вот ты сядешь вот в игру и все там ушел там на месяц там каждый день бежишь компу короче там приставки без разницы и хочешь играть и играть понимаете вот такое надо если такого нет то игра не интересно и за нее платить столько денег она она того не стоит ладно я много наговорил всем пока всем удачи надеюсь вам мой геймплейчики все мои такие мысли не вызовут у вас какого-то негатива негатива и так полно позитива тоже и так полно настолько много позитива что уже хочется быть негативным когда заходишь там в рутюб там не в рутюб но я имею ввиду русский русский сегмент youtube а то там один позитив мотива дебильный позитива так что всем пока скоро в тренды значит войдут войдет хейт уже хейт будет такой знаете конструктивный хейт по всему тому что происходит потому что поколение растет и начинают некоторые люди прислушиваться к умным людям людям ну к умным людям и поколение начинает понимать насколько они днищары вот то что вот они выкладывают знаете я вам хочу одну вещь сказать ребят вот вы молодежь вот там там типа ивангай там вот вы маленькие типа вот это фиромиры всякие да вы запомните одну вещь то что вы выкладываете знаете в жизни бывает как вот человек совершает какую-то глупость и в жизни это это в реале да и все там кто-то там пять шесть десять человек да об этом узнают соседи узнают но это растворяется в жизни совершил ошибку и все совершил а вы совершаете эти ошибки эти глупости и постоянно накручиваете у себя на канале понимаете и показываете свои лица свой свой идиотизм все все вот этот дебилизм оправдываете тем что а вот это людям нравится типа нет люди приходят посмотреть насколько вы дегенеративная и вот эта дегенерация вот это вот это это их привлекает но я хочу вам сказать это останется на всю жизнь с вами вот то что вы создаете у себя на каналах это вы маска на вас не маска это вы понимаете и когда фиромир будет будет фиромиру там 60 лет или там 50 лет да и когда на него будут смотреть знаете жизнь она такая штука на ты как был как бы там не узнаете превращали похабщину вообще все вот достоинство честь там репутация да вот это все вот как-то вот сразу сразу на дно выкидывается вот выкидывается из вашей жизни есть люди которые на это очень сильно обращают внимание и вот это огромное количество вот этих значит ютюберов которые вы пытаетесь вот это все свои вот это идиотизм похабщину выложить да это останется на всю вашу жизнь мы потеряли цель дрозд и когда вам будет 50 когда вам будет 40 будут вам да ты тот тот чувак сопливый который там плакал вечно да вот это ты тот же да и вот понимаете вот что вы получите в итоге потом вы будете жиливать вам будет стыдно если вам не будет стыдно то ну понятно значит вы уже полностью потеряны так что подумайте что вы выкладываете как вы выкладывать о чем вы говорите что вы делаете потому что это это будет стыдно некоторые люди мучаются из-за своих ошибок всю свою жизнь всю свою жизнь они оглядываются назад и жалеют что вот я бы так не сделал бы я бы так сделал а вы просто все это на камеру снимать понимаете придет время когда вот это поколение среди вот то ваше же поколение да вот то что вы снимаете твой ровесник на тебя смотрит он вырастет да будет расти и он ничего не выкладывал ему в свои ошибки там заныкал в жизни понимаете там несколько человек и к нему отнеслись пониманием ладно ты молодой но ты останешься таким ты останешься таким потому что ты это выкладываешь ты это транслируешь ты говоришь что вот это я и вы будете потом жалеть из-за этого вы не сможете спрятаться от своих вот этих вот или вы должны будете стать сильным человеком и принять все эти свои идиотические поведения да окей да я такой да хорошо я принимаю это какое есть но внутри это на самом а знаете когда на реальном уровне не то что это там просто сказать слава празднести а реально с этим как бы вот вжиться в это сказать ну да я такой принять все это если вы сможете это сделать то вы молодцы конечно а если нет вы будете постоянно стыдиться всего того что вы делали и говорили а это будет плохо для вас и по жизни так что подумайте хорошо подумайте хорошо что вы выкладываете на этом все всем пока удачи